Начнем с того, что Левадия, как историко-архитектурный объект, практически не изучена. И, конечно, ставить эту тему на конференцию в качестве доклада достаточно такая абсурдная мысль. Тем не менее, я все-таки построю таким образом свое сообщение. Я несколько введу в тему относительно состояния изученности Левадийского ансамбля. Затем, наверное, коротко скажу о той структуре, которая должна быть в исследовании этого комплекса. И несколько слов скажу уже в конце по теме, заявленной в программе конференции. И тогда же я покажу несколько примеров иллюстраций, поскольку мало того, что этот объект не исследованный, не исследованы и проектные материалы, которые, к счастью, в большом количестве сохранились по Левадийскому дворцово-хаткульному ансамблю. В отечественной науке советского и постсоветского времени сложилась практика проведения исследований по памятникам историко-культурного, архитектурного наследия по принципу региональной принадлежности. И, видимо, этот фактор был ключевым, почему памятник плохо изучен. Поскольку Крым входил в состав Украины, то предполагалось, что местные исследователи уже заниматься этим объектом. Отсутствие координации по единому фомендентарному работ в данной области науки привело к образованию целого ряда наук и пробегов. Левадия в сопоставлении с другими императорскими загородными резиденциями, расположенными в окрестностях Петербурга и Москвы, фактически не изучено. Комплексные исследования не проводились. Дореволюционная историография не оставила заметных литературных источников по Левадии. Опять же, оказалось, что менее всего мы можем найти материалов по этому объекту. И существующее знание сводится к данным справочным изданиям. Прежде всего, это свода памятников, который издавался в Киеве, и тем буклетам в музей-заповеднику, которые издавались и готовились в самом Левадийском дворце. Надо сказать, что вот я была там год с небольшим. Оказалось, что музей показывает только сам дворец и дворцовую церковь, которая расположена рядом с ним. Есть демонстрационный материал, опять же, по дворцу и по церкви. Но генплана всего ансамбля и даже планировки парков в демонстрационных материалах фактически найти невозможно. То есть они не опубликовались, они отсутствуют в экспозиции ансамбля. Они, мне их даже не смогли показать сотрудники музея. Планировка парков прикована в нашем субболивом трудом, в труде... Я об этом скажу дальше. Я об этом скажу дальше. Работа опирается на научные труды Марию Владимировну, простите, в области изучения предостроительного... Я говорю об ансамбле, а в ансамбле как о памятнике. Аспектов развития... Так, на Щекине в области изучения предостроительных аспектов... Но я говорю, что в музее этого нет. Понимаете? Я-то знаю, что это материал, я говорю только что в музее. О том, что там экспонируется, и чем они располагают, и что они показывают. Только этого касалась моя вот сейчас реманка. Значит, работа опирается на научные труды Марию Владимировну на Щекине в области изучения предостроительных аспектов развития дворцов и парков, курортов Крыма, опубликованных монографией «Русское градостроительное искусство». Весомый вклад в разработку тему памятников дворцово-паркового строительства Крыма Неслава Личенко, автор монографических работ по ансамбле «Молодка», «Вуфалатка», «Шатка» и другим. Левадий, исследовательница, то есть Галиченко, посвятила небольшой очерк в составе книги о старинных усадьбах Крыма. Это книга недавно, вышла она потом в Крыму. Важным подспорьем в работе над проектом будут графические труды Листова по творчеству архитектора Манегетти, книга Калинина и Кадеевича о творчестве архитектора Краснова. Но это все издания многим известным. Основная заслуга в освещении темы ансамбля «Левадия» принадлежит крыльевическим изысканиям земли Нищенко и Калинина, на протяжении десятилетий разрабатывающих тему романовой икры и выпустившим книгу «Истории дворецовой крестовозвиженской церкви» это не главнейший труд, небольшое ожидание. Ценная информация по Левадийскому ансамблю о истории, в первую очередь, ансамбля, о пребывании там императорской семьи, появляется в интернете. Опять же, это заслуга на местных краеведах. И очень важно, что среди этих публикаций существует издание архивных материалов, но в частности послужного списка садовника Левадийского ансамбля «Ланга». Таким образом, еще только предстоит рассмотреть Левадийский ансамбль как целостный объект на свете и в исторические границы землевладения. Вот то, что мы сейчас видим. И на основании тех сохраняющихся материалов, которые есть в наших музеях и архивах, можно будет провести реконструкцию, аналитическую реконструкцию архитектурного ансамбля на разных исторических срезах. Ну, я немного скажу о тех материалах, которые есть. Наверное, самая большая коллекция материалов в Левадии находится и хранится в НИИ-РАХ, в научно-исследовательском музее Академии художеств Петербурга. Это чертежи и эскизы манегейца. Самого разного рода, бывают совсем там черпушечки, но это массив достаточно большой, который надо разбирать, и который, может быть, мог бы стать предметом отдельного, самостоятельного исследования, поскольку он насчитывает более 200 единиц. Российский государственно-исторический архив, ну, это наш основной источник материалов, 45 листов была подготовлена, коллекция демонстративных материалов, 45 листов плана. Вот один из них мы сейчас видим. Эти планы были подготовлены после того, в скорости, как назначили манегейцы, ответственным за создание Левадийского дворцово-паркового ансамбля. И этот комплекс чертежей создан был в 1860-е годы. Ну и если мы говорим о 45 единицах листов графики, то еще более, наверное, ста единиц текстовых материалов, в которых также мы находим проекты графические, Голи-Вадийскому ансамблю. Ну и третий источник, я не буду всем их забывать, вот просто как бы, чтобы представить масштабы возможностей работы по этой теме. Это, конечно, рукописный отдел Русского музея в Петербурге, где, в частности, хранится папка художника Бельдемана с его эскизами по оформлению дворцовой Левадийской крестовоздвиженской церкви. Есть материалы в Крыму, в архиве, и в основном эти материалы, конечно, и разрабатывались местными исследователями. Ну вот, требуется, наверное, провести следующее исследование формирования художественной особенности дворцово-паркового ансамбля именно в момент строительства, это 60-й и 84-й год. Затем эволюцию ансамбля и реконструкцию дворца. Реконструкция дворца была самым таким заметным новшеством, которая вводилась в период владения императорской резиденцией. Она проводилась в 1910-е годы. И то, что на слуху всех фамилия Краснова, архитектора, это не означает, что он один занимался проектированием в Левадии в этот момент. И был целый ряд интересных архитекторов, роль значения, вклад которых еще предстоит исследовать. И, наконец, мне кажется, очень важная тема – это предоставительное значение Левадии в развитии города Ялты и формирование курортов южного побережья Крыма. Я потом покажу графический материал, который соответствует этой теме. Ну и теперь, конечно, для того, чтобы раскрыть заявленную тему про строительный замысел Левадийского дворца, нужен текст, насыщенный материалами, насыщенный аналитическими соображениями. И поэтому в рамках доклада практически это сделать невозможно. Но я думаю, что какие вопросы будут, наверное, раскрыты в статье, которая будет передана в издание «Архитектурное наследство» – это, конечно, трансформация представления монархов об идеальном загородном жилище и новые принципы градостроительной организации императорской резиденции, происходившей эта эволюция. Начало ей было положено над 30-е годы со строительством Павловска, с приобретением нескучной Александрии в нескучном. И в большей степени материалы, связанные со строительством операторских резиденций, вернее, покупкой готовых усадеб, приспособлением их к жизни монаршей семьи и двора, в 60-х годах оказалось, как ни странно, наименее изученным. Ну, это касается и Ленскому усову, которым я занималась. Собственно, благодаря Ленскому усову мне пришлось посмотреть Левадию, и вот этот факт ее малой изучимости, конечно, заставляет остановить на ней внимание. Распространение практики покупки ранее сложившихся дворянских усадок и метод сочетания нового строительства и приспособления сложившегося ансамбля. Выбор аршитектора для Левадии, свобода творчества в рамках градостроительного замысла ансамбля. Определение функциональной планировочной структуры, номенклатуры объектов застройки, соотношение старого и нового. Очень важный аспект в исследовании ансамбля Левадийска является значение рельефа, то есть рельеф как доминирующий фактор планировки и композиции ансамбля, выделяющий Левадию среди других императорских резиденций. Решение технических проблем. Одним из важнейших составляющих проекта – это, конечно, строительство дорог и обеспечение водой. То есть строительство водопровода для того, чтобы наполнить и обеспечить водой не только этот гигантский ансамбль, который, собственно, должен был принимать сотни приезжающих вместе, сопровождающих монаршую семью. То есть огромное количество двора и воинских команд и так далее. Поэтому эта часть, мне кажется, очень важна. Ну и, естественно, в опросе стиля, национального ремонтизма на художественные и стилистические решения, бесстилевая архитектура – все это, естественно, присутствует в Левадии, как и во многих ансамблях этого времени. Есть представления с архитектурой Петергофа и Александрии в 60-80-х годах. Теперь я вам покажу... Так, а, вот, где написано. А может быть... Знаете, что там? А, кнопочка. Ну вот это... Нет, давайте мне на просмотр фотографии, чтобы я могла приближать и удалять. Поставьте мне на этот режим, пожалуйста. Это один из ранних проектов «Дороги». У нас вот Левадия. Я быстренько покажу. Левадийский дворец и Аутка. И вот дальше у нас город Ялта. Ну, сейчас местные краеведы, те, кто водит экскурсии, они постоянно, и не без, конечно, основания, говорят, что именно Левадия сделала южное побережье Крыма, Ялту-Ялта, южное побережье Крыма, вот такой вот настоящий ривьер, пребывание царской семьи, естественно, было таким магнитом, которое притягивало и всю знать российскую для строительства в облизости от резиденции своих усадеб. Вот, значит, Левадия... Я даже не буду читать, я покажу, вот, проведу, да? Князь Константин Николаевич, Арианда, великая княгиня Елена Баловна, это вторая владелица. Дальше, значит, у нас тут Айкадор великого князя Михаила Николаевича и Гаспра, ну вот Крис и так далее. Надо сказать, что вот тогда же была проложена солнечная тропа знаменитая, и вот здесь, на этом плане, мы видим ниже вот эту дорогу проложенную, именно она и является той знаменитой солнечной тропой. Следующий. Так, сейчас. Ну, это один из эскизов, связанный с проведением дороги на ферме. Я, к сожалению, забыла просто показать, как бы, расположение основной структуры, функциональной структуры на генеральном плане, но если это потребуется, мы потом вернемся в конце, если будет время, конечно. Вот, это ферма. Эта ферма, тот знаменитый Чиир Эдклик, который был любимым местом пребывания Марии Александровны, после того, как в семью вошла князя Белгородкина. Это один из эскизов. Это тоже. Это Манегетти. Это вот в русском стиле, тоже проект Манегетти по Бранскому Ливадийскому дворцу. Это вот фонарь, естественно, дворцовой церкви. Это Вильдельман. Несколько я взяла, просто случайно попавшихся изображений. Вот такого уровня вещи. Эти материалы раньше хранились тоже в Немрах, но казни они оказались... Ну, теперь я покажу, да, все-таки. Вот это дворец, вот это кухня и дом министра императорского двора. Вот это фрелинский корпус. Вот это прачечная, что вот этот вот комплекс. Вот это Чиир Эдклик, который я показывала на фрагменте эскизы и демпланы. Это вот это оранжерие. И все остальное, это тоже жилые комплексы для команд, людей, сопровождающих императорскую семью на летний отдых в Крыму. Спасибо. Аплодисменты